Архивные снимки, портреты ветеранов Великой Отечественной войны и Георгиевские ленты. В преддверии 9 мая окна Симферопольской гимназии номер один украсили символами победы. И хотя школьники на дистанционном обучении участвуют в патриотических акциях, не выходя из дома. В рамках проекта «Музей в окнах» ребята получили задания еще зимой и каждый класс готовил тематические боевые листки. Бессмертный полк, в который открывает ежегодно военно-патриотический клуб нашей школы «Сокол», разместился на окнах нашей гимназии. В истории гимназии немало памятных событий. Одни из самых значимых произошли в годы Великой Отечественной войны. Когда немецко-фашистские захватчики оккупировали Симферополь, школьники решились дать отпор врагу. В начале Великой Отечественной войны среднюю школу номер один из основного здания перенесли на улицу Крейзера. Заканчивали обучение симферопольские подпольщики в стенах нынешней библиотеки имени Толстого и буквально со школьной скамьи встали на защиту Родины. В 1943-м старшеклассник Василий Бабий твердо решил – уйдет добровольцам на фронт. Осуществить задуманное не удалось. Тогда школьник организовал подпольное сопротивление – особую партизанскую диверсионную группу. Товарищи – это Бас, Скляров, Алтухов, в который Алтухов был внедрен в полицию. Это им были бывшие школьники, кто не стал дальше учиться. Это восьмой, девятый класс, 15-16 лет. Они спасли город от разрушения, потому что подошедшим частям они указали места, где немцы закладывали взрывчатку. Мост на Феодосийской, другие здания, которые были подготовлены к взрыву, благодаря им были разминированы. Школьники печатали, распространяли листовки и газеты, поддерживали связь с партизанами и всячески крушили планы врага. Взрывали склады с горючим, боеприпасами и боевой техникой. Когда диверсии юных подпольщиков буквально прогремели на весь город, ребят заметил областной комитет и принял их в свои ряды. В этом доме на улице Гоголя располагалась одна из явочных квартир Симферопольского горкома. Здесь в годы Великой Отечественной войны подпольщики встречались, чтобы обменяться новостями и скоординировать планы сопротивления. Сейчас в событиях того времени напоминает лишь табличка на стене. Организация прекратила свою деятельность вместе с освобождением Симферополя. Постоянно рискуя жизнью, молодые подпольщики провели 19 операций. А через год в 1945-м практически в полном составе особая диверсионная встретила День Великой Победы. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.